Приветствую всех! Сборка 3352. Новый игровой системный блок в корпусе Каугар Гемини М. Такой серебристый черный корпус. From Factor Micro ATX. Широкий корпус на закаленном стекле. Симпатичный. Есть такая вот подсветка RGB. Подсветка имеет свой разъем RGB. Здесь очень замечательно к нему встал вот этот вентилятор AeroCool Core Plus. Также с RGB разъемом. И контроллер корпуса управляет у нас в том числе и вентилятором. Можно вот так вот примерно задать. Есть кнопка регулировки подсветки. И перебирая режимы работы, можно также задавать подсветку и нашему кулеру на процессор. Ну и есть возможность отключить этот вентилятор и подсветку спереди. Очень классно получилось. Кстати, не думал, что будет работать. Такая же система есть в MC корпусах. MC Mac Vampiric. И там также можно на контроллер корпуса повесить такой вот кулер с RGB разъемом стандартным. Построен системник на базе процессора Intel Core i3-10105F. 10105F идут, потому что ценник у них как у 10100F. Один и тот же. Там разница буквально 50 рублей. Отличий практически здесь нет. По сути, отличие только базовой частоты и в Turbo Boost. Если у 10100F частота была базовая 3,6F в Turbo Boost до 4,3 ГГц разгонялся по одному ядру, на все ядра были доступны 4100 МГц. То и у 10105F 3,7 до 4,4 ГГц и на все ядра 4,2 ГГц доступны. То есть, по сути, то же самое. Ну и по производительности вот эти на 100 МГц он быстрее. На 1-2% он дает выше показателя. По факту одно и то же. Ну, за те же деньги приятно получить что-то более производительное. Процессор у нас не кашный, 65-ваттный. То, какашные процессоры умеют греться. Этот особо не умеет греться. Ну, либо какой-нибудь 11-й серии процессор. Тоже он там кушает довольно-таки порядочно. Если на эту материнскую плату поставить 11400,5, он будет 110 примерно ватт потреблять. Материнская плата у нас на H510 чипсете. Отсюда не видно. Кулер все скрывает. Но на этой плате 7 фаз питания. Соответственно, процессор 11-й серии здесь спокойно можно устанавливать. Ну, а кулер у нас Aerocool Cura Plus. 140 мм. С такой симпатичной подсветкой. Огромный кулер, который в данном случае охлаждает у нас прям абсолютно все. Всю цепь питания процессора достается чипсету. Радиатор у нас здесь поднят выше видеокарты. Тыльную сторону видеокарта охлаждает. И всю оперативку. В общем, такое идеальное решение. Но так как процессор 65 Вт, а кулер рассчитан на 110 Вт, он и вращается по мере нагрева. Работает компьютер тихо. На выдув мы поставили кулер также с подсветкой от производителя First Player на трехпиновый разъем. И нам даже надо было его выставить на максимальные обороты, чтобы вся эта подсветка светилась. При этом на максимальных оборотах он тоже не шумит. Тут, наверное, обороты в районе полутора тысяч. При желании можно регулировать. Сегодня я удивился, но оказывается, вот эти осроки также могут регулировать трехпиновую колодку. Есть выбор регулировать по напряжению, либо по датчику скорости. Классическая здесь схема. SSD-накопитель у нас находится в такой вот корзине легкосъемной на 240 ГБ фирмы Opacer Pantera. И в глубине корпуса находится жесткий диск на 1 ТБ фирмы Seagate Barracuda на 7200 оборотов. На SSD у нас будет система Windows. Windows на жестком диске будет храниться вся информация. Видеокарта здесь стоит GeForce GTX 1050 Ti на 4 ГБ это GDDR5. Ценник на нее 20 тысяч. Только в сборках, естественно. На рынке они примерно от 23 сейчас начинаются. Ценник, конечно, оверпрайс. Тут 20 тысяч дорого. На прошлой неделе они были у нас по 17. Но, к сожалению, та партия закончилась. Новая партия за 20 тысяч тоже заканчивается. Чувствую, на следующей неделе будем уже работать по рынку. Ну, а рынок сейчас такой. Ничего не дорожает, кроме видеокарт. Все остальное, в принципе, даже может быть в чем-то дешевеет. За месяц и оперативка подешевела. Здесь стоят две планки памяти по 8 ГБ каждая Team Group. На частоте 2666 МГц работает в двухканале. Память одноранговая. Чипсет гнать частоту не умеет. Тут только поможет 560 либо Z-чипсета. Ну, и только две планки памяти могут работать в двухканале. Поэтому 510 плат найти с четырьмя слотами не получится. Максимальный объем 2 по 32, 64 ГБ сюда можно поставить. Ну, а процессор максимально может поддерживать до 128 ГБ. Это в тех случаях, где стоит четыре слота. Интерфейса здесь только SATA. Ну, и блок питания на 600 Вт фирмы Accord. Сама машинка, дай-то Бог, если будет Ватт 150 потреблять для такого системника. Этого блока вполне хватает. Он тихий, недорогой. Ну, а если видеокарты ставить мощнее, то, в принципе, тоже без каких-либо проблем подойдет. Такой вот широкий корпус фирмы Каугар. Очень часто мы их используем. Ну, и вот открыли, что, оказывается, разъем ARGB у корпуса еще и может задавать подсветку. То есть, теоретически, этот разъем, если подключается на мать, то мать задает переднюю подсветку. Но также это работает и в обратную сторону. У корпуса сверху есть пыльник. Есть возможность в нем поставить два вентилятора на верхнюю панель. Водянка, наверное, все-таки здесь не поместится. Места маловато. Два вентилятора 120 либо 140 здесь спокойно пропишется. Кнопка отдельного управления подсветки. Кнопка включения. Два USB порта. Один из них 3020. И выходы на наушник и на микрофон. Закаленное стекло. Сильно тонировано. Ну, если честно, прям обожаю, когда оно практически не пропускает свет. На контрасте все выглядит очень здорово. Такое черное-черное стекло. Практически непрозрачное. Прикрыто сверху металлом спереди панелью. Сколы у нас будут исключены. На переднюю панель можно добавить два вентилятора на вдув. Были у меня как-то такие сборки. Здесь есть под это дело даже отверстие. Очень продувной корпус. Очень симпатичный. Хорошо разбирают в таких корпусах компьютера. Сейчас выбор большой коробок. Мы стараемся все подряд собирать. Чтобы на Авито было как можно больше различных системников. больше разнообразия предоставляем. По цене системник обошелся 48 тысяч 500 рублей. Видеокарты здесь у нас сейчас посчитаны в 20 тысяч. Ну, день 2-3 пройдет и будем уже работать по рынку, потому что эти карты у нас практически закончились. Спрос на компьютер идет большой. Так что тот, кто хочет приобрести компьютер, если честно, поторопитесь, потому что реально видеокарт нет. Новая партия видеокарт приезжает. У нас 10 видеокарт. Уже ценник 23 по рынку. То есть, грубо говоря, тот же самый системник будет на 3 тысячи дороже. Вот такая у нас симпатичная получилась сегодня машинка.